5 октября в силу вступило распоряжение президента Абхазии об установлении отдельных мер по защите населения от коронавируса. Первым пунктом – запрет на проведение массовых, спортивных, развлекательных, зрелищных и выставочных мероприятий в помещениях, а также свадебных и иных торжеств. Реализация первых пяти пунктов возложена на администрации районов, городов и сел. Поскольку распоряжение вступило с сегодняшней даты, настоящий момент работы продолжается. В первую очередь по уведомлению, по информированию тех или иных объектов, по недопустимости скопления людей в закрытых помещениях. То есть работа продолжается и по сей день. С кем-то связаться не удалось. Но тем не менее мы понимаем, что сегодня только первый день, поэтому все еще впереди и работа требует планомерного, системного подхода. Дело в том, что не все еще до конца понимают серьезность складывающейся ситуации. Но можно сказать, что это не только наша местная специфика. К сожалению, так во многих странах мира изначально было. Второй пункт постановления – рекомендация ограничить количество лиц, принимающих участие в траурных и поминальных мероприятиях. В этом вопросе столичная администрация рассчитывает на сознательность граждан и поддержку общественных институтов. Я бы хотел подчеркнуть, что администрация в части своей компетенции регулировать напрямую данный процесс не может. Она может его регулировать совместно с различными общественными организациями. Хотелось бы подчеркнуть, что здесь очень важно на этом этапе подключить и Совет Старейшин, и общественную палату. И в той части, в которой мы можем этому содействовать, мы, конечно же, посодействуем. Безусловно, не стоит ожидать того, что администрация будет обзванивать людей или приходить домой и что-либо запрещать. Мы понимаем, что мы все-таки живем в Абхазии, здесь есть своя специфика. И в части, касающейся именно травмных, различных торжественных мероприятий, очень большое значение имеет в первую очередь сознательность самого населения и работа так называемых общественных институтов. Объекты общественного питания с 5 октября должны обеспечить расстановку столов на расстоянии не менее полутора метров и обязать персонал носить маски и перчатки. Также администрации продуктовых, сельскохозяйственных и вещевых рынков должны ежедневно проводить дезинфекцию своих территорий и обязать продавцов носить маски и перчатки. В части, касающейся работы объектов розничной торговли и общественного питания, также ведется работа по информированию их владельцев о необходимости соблюдения тех ограничительных мер, которые введены. У нас уже опыт определенный есть. Ранней весной, в начале лета мы проводили рейды, в принципе, люди о ней знают, о чем идет речь. Здесь вопрос состоит в том, что нужно вернуться к тому режиму, который был. Естественно, за летний сезон курортные люди расслабились, отвыкли, но в связи с тем, что ситуация ухудшается, придется, к сожалению, большому к такому режиму возвращаться. Местные администрации, кроме того, должны обеспечить ежедневную дезинфекцию салонов, общественного транспорта и обязать водителей быть на рабочем месте в маске и перчатках. Еще с первого числа текущего месяца мы уже ввели определенные ограничительные меры по функционированию общественного транспорта. Это касается и необходимости наличия у водителей масок, это касается и определенной рассадки пассажиров, так называемой шахматной рассадки, для недопущения близкого контакта между собой. Пользуясь случаем, хотел бы обратиться к населению города, проявить максимальную сознательность, помочь нашим медикам в первую очередь, которые действительно ежедневно ведут напряженную борьбу за жизнь, за здоровье людей. Дело в том, что если процесс будет иметь массовый характер, просто медики физически не справятся. Поэтому, когда водители в общественном транспорте просят надевать маски или же рассаживаться на расстоянии друг от друга, не заполнять полностью салон автобуса, убедительное просьба прислушиваться к тому, что они говорят. Всем учреждениям культуры, включая театры, музеи, культурные центры, дома культуры, концертные и выставочные залы, работать разрешено, но в ограниченном режиме. Сотрудники должны использовать средства защиты, дезинфицировать помещения, а зрители в зале сидеть через два пустых сидения. Реализация данного пункта постановления возложена на Министерство культуры. Согласно данному распоряжению, мы на данном этапе ограничили работу наших подведомственных учреждений. Безусловно, соблюдаются все меры безопасности, соблюдаются меры индивидуальной безопасности сотрудника подведомственных учреждений. Это отношение масок обязательно, дезинфекция помещений, зданий. Несмотря на то, что культурным учреждениям разрешено работать, некоторые из них пришлось закрыть из-за большого количества зараженных среди сотрудников. К сожалению, из-за количества заболевших, нами было принято решение внутренним приказом приостановить деятельность госмузея. Также приостановлена деятельность и Ткварчальского театра. Дело в том, что администрации города Ткварчал, Ткварчальского района, было принято решение приостановить деятельность Дворца культуры. Ткварчальский театр у нас находится на базе Дворца культуры. И в связи с этим нами также было принято решение приостановить деятельность в данном учреждении. Седьмой пункт распоряжения с поручениями для Минздрава должен быть реализован к 15 октября. К этой дате в каждом районе должны быть определены медучреждения с изолированными помещениями для коронавирусных больных и должна быть установлена система централизованной подачи кислорода в Гудаутской ЦРБ. Действие данного распоряжения продлится до подписания нового.